Сегодня мы пригласили в студию участника снегоходного пробега. Это начальник управления технологического транспорта и специальной техники Юрий Андреев. Здравствуйте, Юрий Александрович. Здравствуйте. Скажите, а трудно было решиться сесть на снегоход и отправиться по бездорожью? Расстояние ведь не маленькое. Трудностей больших не испытывал. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо коллегам из Медвежинского ГПО за предоставленные снегоходы, за их подготовку. В общем-то, уверенность это вселяло, поэтому трудностей больших мы не испытывали. Но решиться все равно надо было что-то? Решиться. Ну, здесь, конечно, снегоходный пробег, как говорится, позволил испытать себя. Как говорится, сможем мы проехать в организованной колонне, большое расстояние. Расстояние зафиксировано 518,8 километра по GPS-у. Ну, предстояло нам преодолеть, и мы преодолели это расстояние. Ну, вот «Газпром-добыча на дым» у нас был еще один участник, первый заместитель генерального директора Игоря Мельникова. Вы как-то общались в процессе? Ну, в общем-то, движение по маршруту было организовано в организованной колонне. Игорь Васильевич ехал под 19-й номер, я под 36-й. Ну, во время остановок, естественно, мы общались, интересовались техническим состоянием снегохода. Поддерживали друг друга, поддерживали друг друга, подбадривали. В общем-то, все прошло замечательно. Ну, и все-таки какие-то, может быть, казусы случались? Ну, я хочу сказать, что снегоходный пробег был организован на очень высоком уровне. Был определен порядок движения в колонне. Была очень хорошая и грамотная группа технической поддержки. В общем-то, сказать, что таких казусов, которые бы остановили движение, или прошел срыв по графику движения, таких казусов на трассе не было. То есть впечатления остались? Впечатления очень хорошие. И мы готовы к следующему снегоходному пробегу. А вот интересно, существуют ли снегоходы на газомоторном топливе? На данный момент я не встречал, так сказать, такой технической новинки по снегоходам. Но хочу сказать, что мы продолжаем тему развития газомоторного топлива на автомобильном транспорте. Сегодня в обществе у нас эксплуатируется 207 единиц. В 2016 году мы ожидаем пополнения автомобильного парка 11 единицами новой техники. Ну, то есть газомоторное топливо – это программа, которая стоит у нас в приоритете? Да, эта программа стоит в приоритете. Мы работаем согласно программы. И в 2017 году мы должны достичь уровня 50% парка. Должны у нас использовать газомоторное топливо. Спасибо, Юлия Александровна, что пришли к нам в студию.